Класс! А вы хотите музыкальную школу? Я уже консерваторию закончила. А, новую? А как вы думаете? Мне нравится в коридоре заниматься. Вам нравится? Прям вот мечтала всю жизнь. Мы хотим новую музыкальную школу. Нам нужен концертный зал. Нам негде выступать. У нас такой замечательный есть оркестр. Мы так классно играем. Мы хотим вам показывать нашу музыку, показывать наше творчество, мою работу. Не только мою, но и моих замечательных коллег. Мы просто очень хотим для города. Вот завтра мы едем в Новоселки, чтобы защищать честь нашей школы на Киево-Светошинском районе. Будут все школы выступать от района. И мы в том числе. Вот этот коллектив замечательный под названием Мальбы. А кто вас будет снимать? Вы, наверное. Я? Я нет. Я только за деньги. Вот. И мы бы хотели... Я не могу спонсором всем быть. Я за деньги снимаю. Недорого, но не могу я всем спонсором. У меня нету миллионов. Это для детей. Я думаю, дети самое главное у нас. Дети самое главное. Тем более такие талантливые. А нас никто не знает. А был бы концертный зал, все бы нас знали. Правильно? Мы бы играли. Более того, было бы где снимать и записывать вас. Да. А на мне где играть? Вот здесь по уроку играть. Вот тут у Вика, Вика, Вика. Получается не урок. Сидит оркестр. Типа на сцене, да? Потому что на сцене рояль стоит. Сидит оркестр перед сценой. Я дирижер стою, дирижирую. И вот тут у меня, извините, сидит уже родители сидят. И вот они ходят. А вы что мечтаете? Ну так. Думаем, как бы хорошо снять экзамен. У вас очередь в кабинет, да? Нет, это хор, потому что освободились еще. Да? Вам тут нравится учиться? Да, в коридоре. Нравится учиться? Вы будете великими музыкантами, композиторами, певцами. А ты кем будешь? Не знаю. Ты знаешь еще? Я играю. А вы тоже музыкантами, наверное? Нет, я внучечку привела. Я хочу, чтобы дети в коридоре не репетировали, а чтобы были комнаты в просторе. А вот здесь есть какие-то купки даже. Я такие? Да. По будивлям я же езжу по всей области. А я пару звезды? Да. Ну я уже не первый раз, да, и мы были как раз десь восени, мы говорили не один раз. Вот с приводу того, что мы хотим видеть кинотеатр «Хосмос», в котором будет Бориска школа Министерства. Это была позиция моя, и эта позиция, она залишается. Есть два звернення на районную раду, потому что, ну, даже сейчас, перед дверью, подивитеся, дети сидят в коридоре и занимаются музыкой. Ну, это не нормально. Ну, поэтому звернення готовы, доручение про то, чтобы прораховать, насколько мы можем финансировать и в каком объеме это доручение есть. И мы в этом направлении работаем. Я не думаю, что Боярка сама витягнет это, поэтому, да, хотелось бы, чтобы это все-таки оставалось на районном уровне, потому что с районного уровня мы сможем финансировать, и Боярка сама не витягнет этот объект на утримании. Поэтому все это, все эти, у нас есть задумки в этом направлении, мы працюем, вот, я думаю, что проблем, в принципе, у нас не должно с этим быть. Боярка. Скажите, пожалуйста, а в чём затримка? Бои питание поставили рейки два месяца тому. Власне, ну, я особисто, когда увидела битые векна по театру «Космос», через Михаила Лезника, просила, чтобы он до вас вернулся и дав раду, ну, тобто, есть в районном объеме, да, кто-то мает. Значит, коммунальна властность району належит районной ради, адміністрация только может иниціювать передачу и потом иниціювать выделение денег. А зачем передавать? Хай воно и остается майном райради. Но мы пишем про то, что его нужно передать на баланс коммунальному позашкільному навчальному закладу. Он сейчас на балансе? Да. Я скажу, если можно, он на балансе в мене. Но по решению ради, он передан на отдел культуры, майновый комплекс, кінотеатр «Космос», передан на баланс отдела культуры для подальшой сдачи в аренду. Районна державна адміністрація, ну, я маю право його здати в аренду своему навчальному закладу. Мені потрібно нормальне рішення щодо, для чого його передайте мені, і я згоден використовувати його для школи. Районна рада, це як законодавчі, як вони вирішать, ми не маємо право змінювати навчальному. Ось такий, я вам це питання, так, рік і два місяці. Чому не вистачило, ні, з того моменту, як ми вже кричимо і волаємо. От, розкажіть мені, будь ласка. Хто у вас депутат районної ради, яких ви вибрали до районної ради? Хто у вас депутат районної ради? Фізкультурній пятий школи. Трешка. Трешка. Ще до того, як були обрані депутати, звернення було в берегі з 15-го року. Ви чуєте мене, що комунальне майно належить районній раді. Ви зараз говорите з адміністрацією. Якби тут була Шевчук в 15-му році, ви би мали задавати питання Шевчук. Сьогодні є Олександр Олександрович як голова ради. Але це питання ви мали лобіювати через депутата районної ради, якого було обрано від Бояків. Зараз це питання має бути винесено на сесію районної ради. Тим паче, що він очолював комісію освіти і культури. Щоб це питання вже було вирішено. Зараз ми сьогодні сюди приїхали. Голова районної ради сьогодні тут є. І зараз 43 депутати, ну більшість депутатів має прийняти рішення. Не в здачу в аренду, а чітко з цільовим призначенням для Боярської школи мистецтва. Просто рік і два місяці. Розумієте? Це не просто рік. А коли буде цей розхід? А скажіть, будь ласка, а що буде, якщо ми через рік в цьому ж залі будемо зустрічатись? Уже не буде вас, не буде Олександра Олександровича. Скорее всімо так і буде. Можна я розкажу? Я від цього вас також не буде. По-перше, ви обираєте депутатів районної ради. Ви ж дивіться, що відбувається в країні. Ви обираєте депутатів районної ради. Для чого? Обрали і відпустили? У вас є депутат, який очолює комісію. Ви берете депутата, він представляє інтереси ваші в районній раді. І цей депутат мав лобіювати інтереси свого населеного пункту, який його обрав, в районній раді. Депутати районної ради мають прийняти рішення. Депутати в нас обрані на 4 роки. Попередні були обрані на скільки-то років, хто там у вас був. Сьогодні обрані, тому працюйте з депутатами. Адміністрація ті повноваження, які вона мала виконати, вона виконала. Так а діти депутати? Я не знаю. Я не знаю. У нас в частности бояка. Организм куда-нибудь, не везде больно буде. По разным причинам. Да? То есть мы понимаем, что сейчас надо разбираться не кто виноват, а больше что надо сделать. Это мое предложение, да? Следующий вопрос. Хорошо. Музыкальная школа, да, передаю. Что делать с детьми, которые занимаются шахматами? Что делать с детьми, которые занимаются видео? Мы не стоим на месте. Что делать с детьми, которые занимаются компьютерными технологиями, дизайном и остальным? Что им делать? Идти в музыкальную школу? Их, наверное, немножко больше, чем 600 будет. Я думаю, поболее. Где они занимаются? А где они занимаются? Я могу рассказать. Я просто знаю. Можно я вам коротко скажу, что театр Космос – это культурно-мистецкий завтрак. Вы сейчас часть назвали направлением физкультури, спорта. Те направления, которые даже киномистическое может относиться и относиться к мистической галузе, культуре. И киномистецкая галузь навчания детей может проходить так же и в музыкальной школе. Почему? Потому что это один из направлений развития мистерства и галузи культуры. Но на сегодняшний день перевести киномтеатр Космос, который является примещением галузи культуры в галузь спортивную, я не знаю. Где вы спортивная школа? А где у вас будет? Палат Коскуриновый. Мы сейчас говорим про завтрак культуры. Давайте сказать, что… Есть вот басейн заброшенный спортивный, само собой. Они где занимаются? Поясните, пожалуйста. Да кто где? Ну, не, ну, подождите. Где они занимаются? Если мы видим, в каких условиях занимаются в музыкальной школе, то где занимаются… Вы хотите сказать, что если сейчас взять, перенести в музыкальную школу в помещение кинотеатра, там будет хорошо? А я считаю, что нет. Надо 10 пианинку, да ты иди с детьми. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мы с Бориском и Скородой. Сегодня там у вас будет 6 часов собрания, да? Сколько у вас человек помещается? 40? Где вы проведете собрание, которое касается объединения района? Где? У вас нет такого собрания. Как у вас собираются вообще из них? А вы хотите его поделить на клетке? То же самое в коридоре. Где будут те же самые успехники школы давать свои концерты? Да, то есть… Рассказывают ведь о том, что надо как раз киноконцертный зал. Зал остался, а не музыкальная школа. Ну не поможете на разместке школы. Они говорят, что у нас строительство. Вы понимаете, что зал сделан по определенным стандартам. Там сделана акустика. Вы понимаете, что на сегодня все знают? Я знаю, что там есть. Там есть, надо его запустить. Я знаю, что вы говорите. Да, и нам он прийшу будет менять, то я все знаю. Вы только что говорили про себя, а я как вы говорите? Шаново, что здание культуры, здания, здания, центры культуры есть сегодня на органах местного собрания. Сейчас я передам на них под здание культуры или концертный зал. Они его отрекомендуют. Мы не при передаче из района в городе. Следующий вопрос у меня еще есть. Секунди. Мне говорят, что кинотеатр Островского полностью аварийно лопнул фундамент. Кто проводил экспертизу? Такая строительная организация, имеющая право от такого решения? Это тоже относится. Потому что у нас все-таки сталкивают лбами. Полностью творческий потенциал. Одна музыкальная школа, которая сейчас горит, потому что ее везде выгоняют. Но всем рассказываю, что больше страны нет. Вы не ответили на вопрос? Я не видела. Я не видела жодного звернення, жодного звернення від тих категорій, про которые вы сейчас говорите. Чему? Месяц тому назад у Володимира Александровича? У меня, как главы администрации, жодного звернення с этого привода не было. Я, как глава администрации, тогда еще выполняя обязательства, была в этом помещении неодноразово. Вы зимой выйдете в туалет сами, а не дети, что сидят, и потом поговорим. Туалет можно сделать. Будьте проблемы. Делай туалет. Тут нет канализма. Это уже то, что я сделаю. Мы же не туда. Причем здесь туалет? Ну это помещение не хватает. Нам же занятий нет. Я говорю сейчас как раз про помещение. Мы не один раз. У нас был деревянный. Мы чуть не убились там. Попереднюю разу было отжато майно, которое было в управлении администрации. Это решение мы могли принять сами. Но я захожу, выполняю обовязки, и через два месяца это майно доголосовывают и отжимают. Слава Богу, что мы так его публично это вопрос вынесли, что оно еще на балансе. У нас куча майна, яке было на балансе администрации районной ради. Один санаторий дитячий зараз тормознули решение прокуратури накласти ареш. А другий купилися Донецким. Тому зараз ми можем много говорить про то, как надо. Но есть то, что нужно закатать рукава и делать. Позиция администрации такая. Боярская школа мистец. Два листа мы направили. Далее, если есть какие-то позиции, пожалуйста, Островского, пожалуйста, закатали рукава, инвестора завели, отремонтировали, сделали там киностудию. Без проблем. А почему у вас однобокое решение? Объясните, пожалуйста. У меня не однобокое решение. Я вижу, что мы сейчас находимся в Боярской школе мистец. В которой дети находятся в коридоре. Открийте двери. Подивите. У нас завтра конкурс районный. Послушайте, вы мне не рассказываете, где находятся остальные дети. Потому что я знаю, сколько денег было выделено из районного бюджета в прошлом году. Где в школе сделаны ремонты, где есть спортзалы, где есть пол. И сколько денег сейчас выделено на Боярскую, на каждую школу. И вы сейчас не говорите, что боярские дети сидят в сарае, а не в столовой. И жена человек это вопрос не принимает. А сейчас какие-то лоббиуются и интересуются, чтобы что-то в киностудии сделать. Шановные мои, у меня не однобокое решение. Я до него подходила, знаю, как я до него подходила. Вас я бачу второй раз. А с этим вопросом первый раз. В Боярской школе мистец в у меня была не одна человек. Была не одна человек начальника отдела, который подпорядковывается администрацией. Поэтому это решение взялось здесь. Я не принимала это решение с одной стороны. Пожалуйста, еще два вопроса, потому что я должен быть в Сарасинске. У меня сейчас ждет 500 детей. Если мы говорим про детей. То, что бедственное положение в Боярске по всему культурному фронту, это достаточно и не согласен. Теперь конкретные этапы, как все это исправить. Значит, безусловно, в Боярской школе искусств нужно новое здание. Это мои хотелки. Трехэтажное новое хорошее здание. Где, когда, за какие деньги, я об этом не хочу говорить. Значит, это моя хотела. Потому что это существующая ситуация. Никакие деньги. Любезно нам вытворили. С этим ясно, это хотелки. Второе. Существует уже сегодня, сейчас пустой зал кинотеатра «Космоса». Полуразрушенный. Да. Значит, первое теперь. Юридический вопрос, насколько я понял, надо срочно делать. И передавать на баланс директора, это мое мнение, директора музыкальной школы, которая находится в вашем ведении. Для чего? Для того, чтобы вы, первое, финансировали все вот эти должности, которые должны быть. Второе. Проектная документация и реорганизация. Для того, чтобы там был концертный зал. Абсолютно для всех. И для Аберига, и для музыкальной школы, и для каких-то коллективов художественных, театральных, танцевальных. Для всех. В Бойерке необходима такая концертная площадка. И третье. Ну, старый склероз что-то хотел сказать, наверное, уже забыл. Значит, и сразу его реконструировать и запускать. Запускать. Потому что то, что сейчас мы видим, это опять-таки с этого началось, с этого и заканчиваем ни в какие двери не влазит. Я, как вспомню, заканчиваю. Там будут какие-то надбудовы? Да, планую. Я не знаю. У меня вопрос. Куда мне 200 детей и 10 инструментов? В школе? Мирослав Горьков, и хотелось бы услышать, Сан Санча. Значит, это с моей стороны, вот этапы развития этого вопроса. Скажите, пожалуйста, как оно будет осуществляться? Вы как руководители. Первый этап. У нас будет коммунальная комиссия. Коммунальная комиссия этот вопрос сразу рассмотрит и даёт своё заключение. Вы можете там присутствовать. Кто хочет, пожалуйста, садите открыто. В Ираке коммунальная комиссия собирается. Коммунальная комиссия даёт свои выставки и этот вопрос выносится на голосование в Ираке. Ближайшая сессия будет. На этой сессии экиплоты проголосуют о том, чтобы передать в музыкальной школе, тогда экиплоты проголосуют. И это уже будет основание для того, чтобы передать на баланс. То есть как бы управление будет находиться здесь. Идеально было бы, конечно, провести какую-то реконструкцию. Сделать там дополнительные сооружения пристроить, настройку сделать. Разбить кабинеты, оставить концертный зал, чтобы всем, так сказать, угодить. И всем было место, чтобы все могли спокойно заниматься. То есть сделать такой более-менее комфортный дворец культуры, где будет и концертный зал, и музыкальные какие-то там различные кабинеты по направлениям деятельности. Ну, сегодня мы что маем, то маем, я скажу. Поэтому на ближайшей коммунальной комиссии мы это просто поставим. И 42 года я слышу, я слышу, я слышу, я слышу, я просто к вам никаких претензий. Ну да. Место, ни здания, ничего нет. 42 года. Разные власти меняются. Начиналось с 74 года я тут работаю. И все нам говорят, ну нету, вот нет. Ну что ж такое, за 42 года нет ни на такой сборке ни одного места. У меня муж работает в институте, извините, на Лукьяновске. Он едет, у него бывают выездные лекции, читает. Он был в Макарове, в Абухове он был, но где он только не был. Он говорил, Таня, более убогого помещения, чем у вас, я не видела. Что там райком партии отдали, там-то он в Макаров приехал. Говорит, Владимир Иванович, вы знаете, вот у вас лекция будет, не на предприятиях. А что это у вас дом? Он говорит, нет, тут у нас музыкальная школа. А у нас что? Пока не рухнет вот это. Я хотела сказать, что у нас, кроме музыкальной школы, еще есть оберег. Это также районное майно. Можливо райрада или РДА возьмутся за какую-то комплексную программу, потому что у нас есть оберег, который... А оберега что нет, помещение? Нет, у него есть помещение, но там... Но вы не пропустите. Там есть зала актовая и так далее. Можливо, как-то за единою программой будут развиваться и одна, и другая, и третья. Тобто, может, нужно сделать инвентаризацию всего того, что есть у района, нацеленного на дитячу творчость и на мистецтво, и предложить такую программу, где, в определенной мере, скоординовано будут развиваться все галузи и все объекты. А стосовно театру Космос, что мы не хотели бы? Мы не хотели бы, чтобы такой большой зал, единственный, который есть в городе, был бы подделен на плитушки для репетиции. Мы не говорили про то, что его будут делить. А там нет места, именно классов, чтобы... Там нет места для классов. Послушайте, а в коридоре тут есть место? Да. Здесь аварийная ситуация, ее нужно решать. В четырех разных концертах концертного залу сядут и будут заниматься, но не в коридоре. Ярослав Апат, Александр Александрович, еще вот то, что хотел сказать, вспомнить. Сейчас здесь, в Боярке, подготавливается генеральный план. У нас громадная территория вот здесь, около горсовета. Здание пустое, бывшее, многоэтажное, тоже пустует. Еще полтора года тому назад, или два года тому назад, курс архитектурного института, архитекторы, просто была курсовая работа, центр Боярки. И в центре Боярки запроектировано большой культурный... Это центр, это географический, это архитектурный, и там громадный киноконцертный зал. Проекты находятся здесь, я заканчиваю. Проекты находятся здесь, если хотите, ознакомьтесь. Я к чему это говорю? Значит, Боярка застраивалась в последнее время хаотически. Значит, и то, что сейчас вопрос с этим кинотеатром, это все равно аварийная ситуация, это латание дырок, это все равно как не новые дороги строят, а латание. Если бы был поднят вопрос и финансирование, ну я право не знаю, это опять-таки моя хотелка, центр города с громадным там киноконцертным залом, с администрацией, так с чем-то. Я вам дякую за... Да, это для меня было последнее вопрос. Я извиняюсь, но я вам скажу, есть заступник, они вам скажут, что если мы начнем этот проект, больше боярцев ничего делать не будут. Потому что такой проект будет стоять миллионов, как семьдесят. А это... Я думаю, это значительно больше. Ну, как минимум. Я говорю, только построение, это великое киноконцентрное... Мы рассчитываем там школу, там строят первое. Другое. У нас тогда и район станет. У нас тогда в районе не будет финансирования. А если мы сейчас весь районный бюджет вкладываем в бирпу, то все другие органы местного самоврядувания будут стоять у меня под кабинетом. Потеряем площадь, а там уже проект многоэтаж у нас жилого здания. Спасибо вам за внимание. Я думаю, что еще быстро у меня остается. Паня Тетяна залишается. Ви далеко поспілкуйтесь. Мою позицию вы слышали. Я вам дякую. И дякую оппонентам, как и другие видения. Моя думка така. Будем працювати дальше. Все хорошо. До свидания. А где вы сходите? Не, сейчас я домой. Деньги. А на какой термин, они издадут кинопятер и привезли к этому. С чего? Вони на термин. На что уходите? Ну как в смысле? Мы только любим, когда кто-то с нами любит собой, мы никогда не собираемся. Все заинтересованы. Нам надо какой-то объединяющий начальство. Почему мы с вами никогда не можем договориться? Директор музыкальной школы. Другие, другие. То, что вы рисковали. Каждое мнение бы сказали. Николай. 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 Почему у вас важны выгоди? Почему я? Потому что это их помещение. Но сегодняшний день, чтобы вы знали, элементарно увеличилась количество детей, народженных за два последних года. В первых классах. В первых классах увеличилась на 2000 в районе. Если классическая гимназия в этом году, вместо трех классов, которых выпустила, набирает семь первых классов. Представляете, что это катастрофическая ситуация. Всех школ будет. Если раньше даже помещение в пятом школе было отдано методическому центру, то это еще не означает, что даже оставится там районный методический центр. Николай. 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 Я уже захожу в свой заклад, для меня он уже убогий, я уже занурилась туда и думаю про верх, понимаете? То ваша, это по-разному убогисть, и вам все бразди в руки, вы маете его отримать безоговорочно. Чим цинный, давайте мы все вместе, чим цинный космос, зала, концертная зала. Мы ее повинны, я вас очень прошу, враховать, думаю, это слушная думка всех присутствующих тут и тех присутствующих. Я говорю, что в позиции громадский директор, который имеет доступ в боярске протяжении 20 лет, я знаю Сергея Миколаевича, я знаю всех митцов, не только боярки району, из области, которые приезжают. Оберег и громадский директор на уровне, и до нас прихилены все громадские мистецкие организации, и мы членом громадской организации мистецкой. Чому он нам нужен, как зала мистецкая, профессиональная сцена, трешечки? Мы хотим, если я буду господарем, вы будете господарем, я даю слово, что там будут все, и музыканты, и мы все старшего поколения, и ты, и все. Мы должны все объединяться в мисте. Прошу адміністрацию прислушаться до нашей слушной думки, поддерживать нашу адміністрацию мистецкую, допоможить нам. Но решить нужно загальную проблему миста для всех верст митцов, я честно говорю, верст митцов и населення, и подростающих, я не говорю уже про обдарований детей, ни абсолютно, ми знаходим площадки, ми поки що викручуємо, ми гастроліруємо по Європі, це нормальне явище. Але вона нам потрібна. Вона нам потрібна. Ви кажете, що я їй кажу, я на цього веду, щоби зробити зал, і я його сьогодні можу фінансувати тільки під гідою музичної школи. Я знаю, фонтуре, майдан. Як клубні заклади сьогодні утримуються за рахунок субвенцій з районного бюджету на органи місцевого самоврядування, і вони майже не копійки своїх, можуть по програмам деяким фінансувати, але якщо я їм передаю, вони потім на сьогоднішній день, далі у них стопор. Як я роблю, у мене є райони, будинок культури, 5 штіл прямого фінансування, і питань немає. Якщо переходить сюди, я хочу до осені, до 1 вересня хоча б 5 класів запустити сцену, сцену там повністю треба зал переробляти, треба робити велику сцену, це світло, це куліси, це рухомі механізми, там углубляти надо за рахунок котельні, там і всього іншого. Там треба робити, і чим раніше ми це вирішимо, тим раніше в залі появиться, я подав тігову, добей, 1 тормозик. Чому ж ви нам нічого називаєте, я ще хочу сказати, Петро Володимирович, перший раз, коли ми зустрілися, я просто доповнюю, тому що ми коли зустрілися перший раз з Дмитром Володимировичем, ми говорили тільки про це, що це буде кіно, концертне зале, це буде збільшена сцена, це будуть всі, тільки про це ми говорили, ми це говорили ще 3 місяці точно, коли я прийшла. Приде децентралізація, чим раніше ми його приписуємо, прийде час, повернеться все, як кажуть, є сьогодні районний рівень, але при децентралізації, при об'єднані громади, все приходить в громаду. Цей же зал знову повернеться, і оберіг буде місцевим, і школа мистецтв буде місцевим, і зал буде місцевим. Треба зробити, якщо є районний бюджет, треба зробити. От ви сьогодні зібралися для того, щоб вирішити питання школи, а не якогось майбутнього в космосу. Сьогодні школу вигоняють з п'ятої школи, куди вона одягли фіаміно? В кінотеатрі, сьогодні з ці кімнати. Стоп, 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 стоп. Чи можете ви гарантувати? Так я не хочу. Ми сьогодні зібралися для того, щоб допомогти кому? Школі музеївчим. Школу вигоняють з п'ятої школи. Та це вже все зрозуміло? Вирішить питання таким чином, щоб за ними було там чотири класи їхніх, хоча б на п'ять років. Де? В школі? В школі. Чотири аудиторії. Чотири листа. На протязі цього року. Кому? На начальника відділу освіти. Він каже, я вам гарантую, але директор школи, ну, вигоняє їх. Якщо є заяви батьків, є закон про освіту, є територіальне розміщення до школи і директор школи зобов'язано згідно поданих заяв батьків формувати класи початкової школи. Все. Тому що тут ні директор школи не винна, ні начальник відділу освіти не винна. Ніхто не винна, школа стоїть пуста, людей вигоняють. І ніхто не винна. Тому що мова буде вести, що спочатку треба надати загальноосвітню освіту, а тоді інші. Є такий досвід у нас, чи не станеться оце так із отим космосом, коли адміністрація закладу, провівши капітальний ремонт в актовій залі, закрила на замок, і дітей туди ні-ні. Тільки своїх. Чи є така гарантія? Якщо воно буде прописано для школи мистецтв, а в рішенні я прописав балансу отримують, і залишається районна рада через відділ культури, але спеціально для кіномистецького центру Боярської дитячої школи мистецтв я не маю права бути, і, званіте, мене закрити. Це хіба що директор прийме рішення? Що Ірина Олексійовна буде надавати змогу цим же самим боярським дітям проводити там концертні якісь і таке взагалі. Чекайте, ви укладаєте, я не знаю, давайте вірутичну укладемо чи я. Я ж не будую для себе і школу, я ж кажу, ми будую для боярських. Ми що, що таке? Ставимо вставки. Нічого тут не буде. Ставимо вставки. Нічого не буде. Кажен хоче це робити на себе. Хто може сказати прогноз? Ніхто не може сказати. У нас Островський кінотеатр, хто розвалив і для чого? Ніхто не може працювати? Ніхто? 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 Що у вас буде прогноз? Я прогнозами не занимаюсь. Ніхто? Ніхто? Прогноз, прогноз. Через три роки з космосом буде що? Що з Прометейм? 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 Так, яка будинь може бути кінотеатр? Коє не нова школа? Буде, ні буде? Треба? Нова школа? Хочете. Ілям, тут нормально. Ну... Нова школа, звісно, треба. Це все по каналу... Треба, бо що можна буде, бо яке її поставити. Треба в старій БРКі. Якщо її зроблять в новій БРКі, то буде wondersен. А ти хочеш нову школу? Чего? Чего? А чего? А что мечтаешь? Мечтаешь? Окéfание Такое место Ответ Субтитры сделал DimaTorzok